спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы в москве на фестивальной площади лужников состоялось торжественное закрытие первой всероссийской спорта киады по летним видам спорта по понятным причинам организаторам пришлось много импровизировать а соревнования были разнесены по городам всей россии что добавляло дополнительных хлопот даже само закрытие получилось двойственным турнир официально закончился некоторые соревнования продолжатся аж до начала октября например серферы будут соревноваться на пляжах петропавловска камчатского 8 12 сентября сейчас закрыли только основную часть программы ничего страшного первые олимпиады имели еще более странный вид там вечно путали регламент на некоторые старты выходили две-три команды а еще там были стрельба по голубям дуэль на пистолетах с восковыми пулями и прочие сомнительные виды спорта начинать всегда непросто и волнительно посмотрим какими станут следующие спорта киады в особенности первая зимняя где должны выступить самые главные звезды российского спорта от александра большунова до фигуристок пока что санкт-петербург принял три дисциплины летний спорта киады плавание велотрек и парусные гонки о первых двух мы уже рассказали в предыдущих выпусках и плавание несомненно стала гвоздем программы а с парусным спортом оказалось больше всего хлопот питерская погода на море даже злее чем на суше невозможно предсказать капризы ветра на финском заливе что кстати и мешает массово проводить здесь турниры высшего уровня участникам приходилось мириться с тем что ветер подолгу стихал а порой и вовсе не раздувался соревнования затягивались начало гонок откладывалась стартовать приходилось вечером а протесты разбирались еще дольше спасибо хоть нереальной августовской жаре чего-чего а замерзнуть в эти дни в петербурге было решительно невозможно даже на воде целых два дня соревнований пошли на смарку из-за штиля на пятый соревновательный день их смены ждали около шести часов чтобы все-таки выйти на старт но вышли это был скорее турнир нервов и характеров нежели мускулов тем не менее очень многие остались довольны организации да и гонками в целом слабый ветер тоже позволяет проявить тактическую смекалку они кто и гонщики даже любят такие условия например серебряный призер в классе лазер-радиал мария бонаян из приморья заявила что при слабом ветре у нее была возможность вовремя исправить свои ошибки не то что во время быстрых горок спартакиада лишний раз показала что парусный спорт доступен для всех даже если вы живете далеко от моря это совершенно не преград на этом турнире например выступили гонщики из таких казалось бы сухопутных регионов как челябинская область чувашия свердловская область тренироваться можно на реках озерах а в легких классах чуть ли не в ванной мы уже рассказывали в выпусках о сапсерфинге где спортсмены на досках способны обойти весь петербург и пролезть под любым мостом парусный сезон северной столицы не закрывается в сентябре нас ждут чемпионаты петербурга и петербургского парусного союза ожидается более 600 яхтсменов это громадный флот еще лет десять назад о таком можно было только мечтать пожалуй петр первый был бы доволен нынешним летом и уж точно сам бы поучаствовал в какой-то историю